Динамо Динамо пришлось поломать голову. Как противостоять слаженной команде из Буржа? Ждали агрессивной игры от их больших, вот такой физической игры, поэтому готовились защищаться от них, то есть страховать больше от маленьких, помогать нашим большим. Евгения Белякова одна из героинь матча. Хоть в стартовой пятерке она уступила место Анетте и Капсоне, мяч уже не заходил в кольцо, как по маслу. Четыре трехи из четырех. Блистала и Сеймона Гастус. По четырем статистическим показателям она лучшая в команде. Не только обыгрывала один на один, но и отлично ассистировала подругам. В итоге главный тренер Буржа Валерик Гарниер лишь развела руками. Весь матч противостоять на равных француженки не смогли. У нас маленькая ротация игроков и играть с Курском с такой небольшой ротацией очень сложно. Конечно, во второй половине игроки устали и пропускали легкие мячи, теряли мячи. Вместе с тем встреча была далеко не простой. Лишь перед большим перерывом, благодаря рывку 10-0, курянки вышли вперед. Больше «Динамо» лидерство не упускало. Там, где буксовали командные взаимодействия, девушки действовали индивидуально. Здесь вместе с «Агастус» не было равных «Эпифаний принц». А вот Немкаде Агвумике до своей снайперской нормы немного не дотянуло. У нас была чуть такая волнительная ситуация. Нека болела и не тренировалась первые два дня к подготовке. То есть мы тренировались два дня сейчас до игры и еще два дня до этого. Эти два дня она проболела, у нее была температура. В принципе, она хорошо, что она вот за два дня до игры поднялась с кровати. Матч закончился со счетом 75-62 в пользу «Динамо». Впереди ответная встреча в Бурже. Кстати, соперницы, как и Курянки, в этом сезоне еще ни разу не проигрывали дома. Как взять неприступный французский «Бастион»? Селин Дюмерк на этот вопрос ответила улыбкой. «Это секрет, я вам не скажу. Но на самом деле я не знаю почему. Наверное, у нас очень хорошие болельщики». Четверть финала идут до двух побед. Одна уже в активе «Динамо». Следующий матч состоится в Бурже 6 марта. И если там Курянки проиграют, потребуется дополнительная встреча в Курске. Француженки признались, мечтают вернуться в Соловины край. А вот наши девушки полны решимости домой приехать, имея в багаже, путевки в финал четырех Евролиги. Тарас Степаненко, Сергей Дорохов, телеканал «СЕИМ». Продолжение следует... Продолжение следует...